Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про бесконечные ссоры. Спрашивает пользователь Наталья. Ну что же Наталья, давайте для начала мы с вами определим. Ссоры у вас с кем? Конечно, я предполагаю, что ссоры у вас могут быть с вашим мужчиной, мужем или мужчиной. Но, возможно, ссоры и с кем-то еще. В любом случае, нужно сначала понять, с кем конкретно вы ссоритесь. Вот. Это первое. Второе. Необходимо также заметить, что вектор работы с конфликтами намечается из поведения самого человека, то есть вас. И исходит из того, что в том числе и вы ответственны за те конфликты, которые у вас происходят с человеком, ну или с людьми. И, соответственно, вам нужно увидеть ваш вклад в эти самые конфликты. То есть, что именно вы делаете для того, чтобы ссоры стали возможными. Что вы делаете для этого, какой вы вносите вклад в конфликты, которые у вас происходят. Никто не пытается вас обвинить. Никто не говорит, что вы виноваты. Вины вашей нет. Но есть ответственность. То есть, вы ответственны за то, что они происходят. Дело в том, дело в том, что ссоры являются следствием выражения определенных чувств человека. Например, страха или каких-то других. В том числе и позитивных. Не имея возможности выразить, допустим, нежность. Люди очень часто ссорятся, боясь сближения. Например, люди тоже могут ввязываться в конфликт. Поэтому очень важно увидеть, что происходит именно с вами. И ни в коем случае не обменяя того, что вы можете хотеть. того, что вы можете чувствовать. Того, что вы можете испытывать. И того, что вы можете думать. Ни в коем случае не обменяя всех этих вещей. Конечно же, можно и нужно учиться выражать то, что вас тревожит, то, что вас беспокоит. Иначе, по-другому, менее деструктивно, не так, как вы это делаете сейчас. Потому что совершенно очевидно, на мой взгляд, что то, как вы это делаете сейчас, да, довольно деструктивно сказывается на отношениях. И, по моему мнению, не приводит ни к чему, кроме вот, совершенно каких-то, ну, совершенно ненужных, да, получается, конфликтов, совершенно ненужных проблем. Вот. Поэтому вам тут вот нужно на это обратить свое внимание. Если у вас по каким-то причинам есть определенные проблемы, допустим, с сближением с людьми или с вашим партнером, с которым вы ссоритесь, то ссоры могут быть из-за этого. Из-за того, что вы боитесь, по сути дела, сближения. Вы боитесь, ну, либо психологической, либо физической близости. Вот. И очень важно, чтобы вы сами изучили психологическую игру скандала. В чем смысл этой игры? Смысл этой игры заключается в том, что человек как бы накапливает определенные чувства, не имея возможности их, ну, как-то выразить, скажем так, легким, мирным, экологичным путем. Да? Человек, испытывая такие чувства, использует конфликт для того, чтобы напряжение снять от этих самых эмоций, от этих самых чувств и так далее, и так далее. И ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, что это за чувства. Какие чувства, почему вы сдерживаете? Да? И учиться это не сдерживать. Экологично, желательно в реальном времени их выражать. И я вот думаю, что проблема таким образом конфликтов ваших будет в целом разрешена. Конечно, ну, может быть не сразу, то есть потребуется, вероятно, какое-то время для этого, чтобы конфликт разрешили, потому что, допустим, ну, ваш партнер, да, с которым вы ссоритесь, он будет... Вероятнее всего, ну, как бы ждать, что вы будете конфликтовать, он будет ждать от вас привычной такой вот модель поведения и вряд ли его можно будет за это винить. Но, тем не менее, со временем ситуация будет улучшаться. Таким образом, первый шаг, с которого вам, в общем-то, нужно начинать, заключается в том, чтобы вы перестали думать, будто ваши ссоры имеют какую-то причину. Ну, вот такую конкретную причину. Я имею ввиду причину, ну, что называется, локальную. Нет. Безусловно, могут быть какие-то обиды. У вашего партнера на вас, у вас на вашего партнера могут быть обиды. Ну, в этом смысле, это очень часто. Часто очень такое происходит. Никуда от этого, вот, к сожалению, не деться. Ну, и, в общем-то, для того и нужны психологи, для того и нужны мы, чтобы помогать в таких ситуациях людям справляться и решать свои трудности. Вот, вот, как-то так. Конечно, начать вам нужно с максимально подробного описания всей, я бы сказал, картины конфликта. То есть, как конфликт зарождается, как конфликт набирает силу и как он завершается. Да? Дело в том, что важно не только начало конфликта, но и завершение. Почему? Потому что в завершении конфликта скрывается выгода человека от этого самого конфликта. Какая выгода? Если человек потом раскаивается, например, да, чувствует вину, предпринимает попытки для того, чтобы что-то сделать для вас, например, да, то это одно. Но если человек напротив уходит из общения, не разговаривает там и так далее, это другое, это другое. Гадать можно долго, вариантов довольно много. Поэтому лучше всего будет, если вы эту самую картинку, вот картинку конфликта постараетесь максимально подробно раскрыть. Чтобы мы могли увидеть, с чем мы имеем дело. Вот. Сейчас у вас только вот такие очень, получается, общие сведения о том, что происходит. Вот. Ну и решите сами для себя, хотите ли вы работать с этим. Хотите ли вы на самом деле менять ситуацию. Вот. Хотите ли вы, чтобы действительно что-то поменялось в вашей жизни, чтобы действительно что-то было по-другому. Потому что потребуются усилия определенные для того, чтобы ситуация была, скажем так, обращена, да. Вот. Ну и последнее, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Последнее, на что я хотел бы, на чем я бы хотел заострить ваше внимание заключается в том, что вы чувствуете к человеку. Вот какие у вас к человеку чувства, с которыми вы ссоритесь. Да. И хотите ли вы вообще с ним как-то вот, ну, налаживать отношения. Потому что, может быть, вам и не хочется совсем. Может быть, человек вам уже, ну, надоел, не нравится, разочаровались вы в нём, или обид очень много. Вот разные бывают истории. В любом случае, вот на эти все вещи вам необходимо обратить внимание. Как видите, работы предстоит довольно много. Потому что связано это не только, например, с тем, с кого вы выбираете себе партнёры и вследствие чего происходят ссоры. Но связано это, может быть, также и с вашими внутренними проблемами, конфликтами, психологическими травмами, которые у вас были и которые продолжают доминировать над вами. Вот, то есть тут вариантов очень-очень много всевозможных. Вот, поэтому, если вы хотите всё это разрешить, да, и вам дороги отношения, то я бы, конечно, рекомендовал бы вам, ну, вот, не затягивать с началом. Началом работы с психологом. Вот, рекомендовал бы вам, как можно быстрее её начать. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok